Всем привет! Меня зовут Лилия, а вы на канале Just One More Page. И сегодня мы с вами поговорим про мои покупочки. А точнее, про книжные покупки, которые я делала всё лето. Я очень соскучилась по этому формату, давно его не было. Надеюсь, вы тоже соскучились. Так что, поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Это существенный минус моего кошелька. Но, с другой стороны, зачем расстраиваться? Все книжные покупки были желанные, все они любимы, так что не стоит жалеть понапрасну. Я старался покупать продолжение циклов, только самые горячие новинки, которые запали в душу. Книги, которые я давно откладывала и вот, наконец-то, собралась приобрести. Так как я не снимала книжные покупки уже давно, то многие из этих книг я проспойлерила в своём Телеграм-канале. Так что, кто не подписан на Телеграм-канал, но хочет узнавать информацию, недоступную для зрителей данного канала, пожалуйста, переходите в описание под это видео, и там вы найдёте ссылку на мой канал в Телеграме. Ну и начать, пожалуй, я хочу с двух самых громких новинок. Это первые две части «Благословение небожителей». И, кажется, вот в этом видео я уже что-то говорила про то, что нет-нет-нет, я не буду их покупать. Нет, действительно, пока что я точно не планирую ни её покупать, ни её читать, но, как видите, приобрела. Рассказываю эту офигительную историю вам. Всё началось, когда я записала видео, прочитанное за полгода, там, полгода Коминута Контрастов. Я сказала, что нет-нет-нет, ну слушайте, ну не хочу я читать «Благословение небожителей», тем более покупать такие дорогие книги. Не очень-то меня интересует эта тема, но зато меня очень интересовала другая. Другой роман данного автора — это «Магистр деворского культа». И я на свою беду посмотрела аниме-сериал. Точнее, так как это китайское, то это было «Доньхуа», по-моему, так это называется. Я не сильно в этом. Мне очень понравилось, даже с тем учётом, что в «Доньхуа» очень много вырезано, переиначено сцен, и вообще там такой заниженный рейтинг, поэтому многого не было показано. Я потом прочитала «Маньху», и мне тоже очень понравилось, и взялась за роман, но в электронном формате, то есть в любительском переводе. Мне очень понравилось, как пишет автор, мне понравилась сама история, мне понравились персонажи, и не только вот основная линия, но также и их приключения, и детишки, которых они там воспитывали, и взаимоотношения внутри семьи, внутри кланов. Мне очень понравилось, и я решила познакомиться с другими работами этого автора и набрела на «Благословение небожителей». Я также начала знакомиться с этой историей, с просмотра «Доньхуа». Мне понравилось, хотя там только первый сезон снят. Я также читала «Маньху», и там тоже ещё не всё переведено, и вот решилась-таки купить себе сразу оба тома «Благословение небожителей», «Благо». Хорошо так получилось по скидкам, по акциям. И теперь я счастливый обладатель двух томов «Благословение небожителей». Я уже она немножечко надкусила. Мне тут даже вместе с «Благословениями» подарили такую классную закладку. Офигенная книга, просто такие невероятные тактильные ощущения, особенно вот от этой части, от первой. Ах, я в восторге. Когда я видела это через камеры других блогеров, когда они делали обзоры, это ощущалось не так, как когда ты держишь её в реальности. В общем, я в полном восторге пищевизжу от своей покупки, и буду поедать скоро свои запасики. Не будем отходить далеко от темы Китая, и я вам покажу новинку тоже, которую уже читаю и почти закончила. Это та, что стала солнцем Шелли Паркер Чан. Признаться честно, мне настолько понравилось, не только как пишет Масян Туньсю, но и вот эта атмосфера, флёр древнего Китая, поговорки, которые более-менее стилизируют на русский язык, но всё равно приводят, как это в оригинале звучит, такой мелодичности, текста некая. И я люблю книги про какие-то исторические периоды, исторические книги. Древний Китай для меня открылся благодаря Масян Туньсю. Я вот решила продолжить эту тему. Я видела обзор Алины с канала «Читать нельзя сжигать». Она меня заинтересовала этой книгой. Также меня заинтересовала здесь тема того, что девушка берёт судьбу своего брата. Буквально она становится им, она не просто переодевается мальчиком, она примеряет на себя его личину, то есть как бы он поступил в тех или иных ситуациях, какие были бы навыки у него, как бы он мыслил, как бы он относился. И всё это ради того, чтобы обмануть небеса, чтобы они приняли её за него и дали ей его судьбу. А судьба ему была уготована великая. Уже начав читать эту книгу, я поняла, что это вообще-то фэнтези немного, историческое фэнтези, но не пугайтесь, здесь не будет ни драконов и ничего такого особенно фэнтезийного. Здесь это скорее флёр какого-то магического реализма, чем фэнтези, но всё же это относится к этому жанру. Книга довольно интересная, читается очень легко и бодро, приятно следить за сюжетом. Мне нравятся такие неоднозначные персонажи, которые... Она знает, чего она хочет, и она стремительно идёт к этой цели, несмотря ни на что. Но она всё же понимает, что если она просто тупо пойдёт по головам, невзирая на совесть или на порядочность, то в кого она в итоге превратится? И поэтому она вокруг себя организует барьеры с людей, которые бы её смогли остановить вовремя. Невероятные истории, прекрасные персонажи. Мне очень нравятся мышления главной героини, её характер и её целеустремлённость. Ждите в прочитанном, и поговорим про неё подробнее. Не могу вам не похвастать и показать продолжение понравившейся мне истории Робин Хопп, наконец-то мне что-то у неё понравилось, а именно трилогия просто на солдата. Это вторая часть «Лесной маг» и третья часть «Магия отступника». Я уже прочитала первую часть «Дорога шамана». Мне очень понравилась, мне понравилась вот эта трилогия Робин Хопп, понравилась тема, заявляемая в, казалось бы, фантазии-книге, но на самом деле там немножко всё серьёзнее и сложнее, чем кажется на первый взгляд. И также мне понравилось местодействие, а именно эра развивающихся стран, эра технологий и развития науки, и также открытие и завоевание новых территорий. Поднимаются там проблемы весьма и весьма сложные, как, например, проблема загрязнения окружающей среды и бережные к ней отношения. Также проблема завоевателей-захватчиков, то есть, ну, вроде как бы они несут цивилизацию, но с другой стороны, а нужна им эта цивилизация, вы подумайте, и мне уже не терпится его прочитать. Очень долго я искала эту книгу именно в этом издании, Дракулу Брама Стокера в издании «Синяя птица». Я осознаю, что этой книге на один раз, то есть, да, их можно потом будет похоронить, но всё же это... В этом издании я покупаю те книги, которые я прочитаю, и, возможно, больше к ним никогда не вернусь. Я это прекрасно сознаю и специально подбираю себе экземплярчики. Так вот, я долго охотилась за этой книгой, потому что мне нравится невероятно вроде минималистическое, но в то же время очень атмосферное оформление обложки. У меня есть некоторые планы на эту книгу, какие вы узнаете, надеюсь, в ближайшем будущем. В ближайшем будущем. Книга достойная, книга хорошая, тоже невероятно хочется её прочитать. Надеюсь, что скоро. Так как я состою в книжном клубе, пока что закрытом и частном, я не знаю, как пойдёт дальше, то мы на август выбрали Угрюм Ряку Вячеслава Шишкова, и я решила не торопиться и приобрести её хотя бы в мягкое издание, в мягкой обложке, потому что я не была уверена, что это совсем моя история, и, наверное, я была права, потому что я дропнула где-то на 90 тысяч чем-то страницах, не дочитав даже первую часть. Книга шла очень медленно и очень вяло. Я решила не мучить себя, не тратить своё время на неё, когда могла бы прочитать что-то более интересное и более полезное, и вообще закрыть свои планы на лето. Пока она уходит в отложенное, посмотрим. Не хочется её, конечно, уходить, но мне кажется, туда она и попадёт. Дальше у меня пойдут тоже книги из серии «Белая птица». Мне она очень нравится, как вы уже поняли, и это Эд Макьюн из «Купление». Есть фильм по этой книге, я давно заинтересована в нём, и почему-то мне ударило блажью голову, что я должна ещё и книгу прочитать, хотя я даже фильма не смотрела, не знаю, понравится ли мне вообще эта история. Это что-то про войну, то ли в Первую мировую, то ли в Вторую мировую, пока непонятно. Это британский писатель, наверное, больше из-за этого я купила эту книгу, чем из-за содержания. Я знаю, что здесь будет какая-то очень запретная история любви между солдатом и девушкой из богатой семьи. Я так понимаю, что её родители будут против. Но, знаете, это в степени моих додумок. Я даже не решаюсь прочитать аннотацию к ней. Хочется мне принести нотку неизвестности на свои книжные полки. И вторая книга, которую я купила в этой серии, это «Глиняный мост» Маркуса Зусака. Как только я увидела, что она вышла в этой серии, сразу же купила её и её изобрала, потому что я собираю Маркуса Зусака. Мне очень нравится он как писатель. И, естественно, когда он у меня в одной серии, это ещё спасибо вам, АСТ, за то, что выпускаете Зусака. Я правда очень благодарна за это. Дальше покажу вам ещё одну нашумевшую новиночку. Это «Лето в пятерском галстуке». И я уже прочитала её. Спойлер, спойлер, мне невероятно понравилось. Но эта книга поразила меня, поразила меня с хорошей стороны. И она была приятной неожиданностью этим летом. Большего о ней я расскажу в прочитанном. Ох, дожить бы до него. Ещё одна новиночка, просто парад каких-то новиночек у нас сегодня. Это «Игра слов Владимира Бабукова». Вы уже видели её на этом канале. Это книга переводчика о переводческой деятельности. И мне она нужна именно в прикладном плане, потому что сама я несколько переводчик, хоть и самодельный, но всё же очень надеюсь, что она мне поможет. И что я вынесу оттуда много и много всего полезного. Я честно говорю, это всё. Вот эти будут две последние книги про переводы. Это Чуковский и его «Высокое искусство» как раз про переводческую деятельность. И в лаборатории редактора про редактирование текста. Я давно поглядывала именно на эту книгу, но когда я увидела со скидкой вот эту, вдобавок к ней, то я решила взять их обеих, потому что стоили они очень недорого, со скидкой 50% и того меньше. Не знаю, когда я буду читать весь свой нонфикшн, посвящённый редактированию, написанию текстов и переводческой деятельности, но очень надеюсь, что это будет как-нибудь всё скопом, всё вместе, чтобы закрепить и повторить материал и вынести из него самые выжимки. Дальше. Аркадий Борис Тругацкий. Книгу, которую я уже читала, и вы видели на неё отзыв. Вот здесь будет ссылочка на моё прочитанное июня. Там я рассказывала, как мне понравился пикник на обочине, но и после этого я сразу же купила себе понедельник, начиная с субботу, этих авторов, потому что, честно признаться, хотела я с ними познакомиться именно с этой книги, но получилось немного иначе, и я ничуть не расстроилась по этому поводу. Очень жду знакомства ещё и с понедельником, начинается с субботу. Я слышала, что по этой книге, по мотивам этой книги, снят фильм в двух частях «Чародеи». Он мне очень нравится, я люблю его. Надеюсь, книгу я полюблю также. Дальше. Популярная музыка из Виттолу Микаэля Ниеми. Я только слышала об этом авторе, никогда с ней не была знакома. Книгу я покупала с рук на Авито, потому что нигде её больше в продаже нет, и переиздания тоже не будет. Я видела списки у одного из книжных блогеров в Телеграм-канале, она их выставляла. Книги, которые издательство не будет, это у нас Фантом Расс, не будет переиздавать вообще никак. И когда я увидела там Микаэля Ниеми, я решила, что мне нужно что-то у него приобрести. Не знаю, почему я так решила. Меня очень интересует тема музыки в книгах, особенно когда эта музыка влияет на жизнь персонажей, она становится поворотной точкой в их судьбе. Поэтому я решила взять именно её, и вот мне повезло найти в своём городе. Дальше. На всю той же распродаже немыслимых щедрот, где были скидки 50%, я приобрела третью часть вавилонских книг Джесса Бэнкрафта, а именно Король Отверженных. А я планировала себе на лето прочитать первые две части данного цикла, и вот решила не отходить от кассы далеко и приобрести ещё третью. Давно я думала насчёт приобретения этой части, очень сильно сомневалась, думала, мне цикл не понравится. Ну, были такие мысли, а вдруг мне понравится. Но когда ты видишь такие скидки, как бы мозг отключается, он говорит тебе... Точнее, наоборот, включается и говорит, слушай, не тупи и приобрети. Посмотрим, во что это вылится. Дальше. Долгожданное продолжение моего цикла Сэндмана. О, боже. Мне кажется, что я больше собираю его, чем читаю. Но действительно, пока не хочу продолжать читать. Я вот ознакомилась с первым томом, мне очень понравилось, и хочу потом за раз прочитать два или три, или даже четыре тома, чтобы не отрываться от истории и погружаться в неё целиком и полностью. Итак, это Сэндмен, четвёртая часть, пара туманов. У меня пока ещё не хватает третьей и пятой, чтобы приблизиться к своей цели. Я её покупала на День Рождественский подарочный сертификат. Спасибо большое, Настя, ещё раз. Ты меня очень выручила с этим. И долгожданный сегмент теперь у меня есть в коллекции. Боже, как я люблю его. Ещё одно долгожданное продолжение трилогии Мистер Мерседес, по-моему, называется, по первой книге. Я ждала выхода этой книги именно в оформлении Стивен Кинг Книжная полка. Как вы знаете, я очень люблю его, собираю Кинга именно в этой серии. До сих пор не могу нарадоваться на то, как классно и стильно она выглядит. До сих пор пищу, вижу при виде новых томиков. Ну вот, Мистер Мерседес потихоньку собирается. Когда будут все три книги, я обязательно за него примусь. Потом, немного спонтанный, и я до сих пор не поняла, нужны ли покупки. Это две части. Это, например, первая и вторая Роберта Вегнера и его «Омекханское пограничье». Первая книга «Север-юг» и вроде бы вторая «Восток-запад». Я не знаю, что мне ударило в голову. Я решила приобрести именно в бумажном виде, учитывая, что на Майбуке у меня есть весь этот цикл. Немного в старом, конечно, оформлении, но переводчик, по-моему, здесь не сменился. То есть, это остался таким же переводом, по сути. Здесь я платила только за новую обложку. Мне, кстати, она очень нравится, очень стильная, минималистичная. Я люблю такие, но бумага меня очень удручает. Это всё та же серая несколько газетная бумага, шероховатая, которая неприятно под пальцами лежит. И вот, я даже немного расстроилась, но почему-то продолжаю покупать продолжение. Надо бы уже ознакомиться и решить, нужно ли мне это. Ещё новиночка, которая проходилась по нашему Буктюбу. Это Империя вампиров. Кто тут? Джей Кристоф. Многие были уже знакомы с этим автором, я же это имя слышу впервые. Что мне понравилось, что, несмотря на такую бумагу, она плотнее. Да, она шероховатая, но здесь есть иллюстрации, хоть и чёрно-белые, но всё же история про вампиров. Эпичная, судя по объёму, история про вампиров, и меня заинтересовало, конечно же. Я решила плюнуть на всё и всё-таки приобрести её, учитывая, что в электронке, в электронном формате её нигде нету. Надеюсь, она мне не подведёт, и я проведу прекрасные часы, дни, и, возможно, даже целый месяц с ней. Кстати, обложка оказалась намного интереснее, чем это было на первый взгляд. Фух, ну вот мы и добрались до последней книги из нашей стопочки, точнее, из моих стопочек с покупками, и это второй том, о господи, на лозанской книге павших цикла Стивена Эриксона. Учитывая, что я не прочитала ещё Сады Луны, я таки купила вторую часть. Да, 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 Вегнер меня ничего не учит, ничего. Но, но с другой стороны, книги-атбуки всегда хорошо заходят на Авито, но я очень надеюсь, что мне понравится цикл, хотя и с ужасом думаю, куда я размещу все эти книги. Места нету вообще. Ну вот и всё, это были мои все покупки за лето, их довольно немало, но мы с вами сегодня управились быстренько довольны. Я надеюсь, вам очень понравилось это видео, оно было несколько полезным и в большей степени интересным. Не забывайте ставить лайк, подписываться на мой канал, если вы ещё не подписались. Также, повторяю, переходите в описание под это видео, переходите по ссылке и подписывайтесь также на мой телеграм-канал, там можно увидеть много всего интересного, а главное эксклюзивного контента. Всё, на сегодня всё, всем пока!